Юлия Чабанёк, вот я смотрю, она спрашивает, это часто как бы задают, вам во время интервью не хочется дать в морду кому-то, ну так чисто от души, вот тебе хочется дать в морду кому-то, то есть первоты? У меня случаются интервью, когда, в том числе и последнее интервью, когда я, я еще раз говорю, я не пересматриваю, но я знаю и без пересмотра, что я не задал много вопросов, которые мог бы задать, которые были бы логичны и ставили бы некоторые пропагандистские шаблоны в тупик, и много есть контраргументов, которые я мог бы привести, но не привел, это означает то, что у меня уже в середине все настолько бурлит, что у меня зуб на зуб уже буквально просто не попадает и я уже не соображаю ничего, я уже как-то, ну что-то, говорю первое, что в голову придет, для того, чтобы это быстрее довести до логичного завершения и закончить это интервью, потому что буквально я, ну, я едва себя в принципе сдерживаю, и, конечно, ну, я не буду там говорить конкретно, что я там хотел бы, не хотел, я говорю еще раз, вот представьте себе состояние, когда у человека все в середине просто-напросто переворачивается, и он должен себя сдерживать, я себя сдерживаю, конечно же, но я не знаю, как у тебя, вот мне интересно. Вот, если так сказать, да, вот иногда там, мне иногда смешно с ответов, да, когда они это говорят, это все смешно. Я не скажу, что во всех моментах, да, вот завтра, наверное, мы выпустим интервью с Вагнеровцем, он добровольно пошел, его записали в ЧВК Вагнер, с этим человеком было очень тяжело говорить, ну, как бы он отбитый наглухо, да, вот чтобы вы себе представляли, я всегда спрашиваю там военнопленных, хотите ли вы что-то сказать там украинцам или россиянам, ну, там мы много говорили истории, начали с Астроугорской империи, он перепрыгнул во времена Данила Галицкого, у меня там вообще взрывался мозг, да, ну, это как бы нормально в этой всей истории, но когда ты говоришь человеку, скажи что-то украинцам там на камеру, сожалеешь, не сожалеешь, хотел, не хотел, ну, вот это все вещи, чисто человеческие, и когда тип сидит, и ты ему объяснял где-то час, да, вот исторические там вопросы, о которых он хотел дискутировать, и он говорит, я хочу обратиться к украинцам, чтобы они поняли, что мы пришли сюда их освобождать, и я прошу украинцев, чтобы они как бы нам поддались, и ты такой сидишь, подвисаешь, да, и типа смотришь на него и говоришь, ты серьезно, ну, то есть ты даже там морду не хочешь, там, как бы дадили и что-то, ну, типа все сгорает, ты как бы час ему объясняешь эти все вещи, и типа далее валит свою телегу, как бы, да, вот он вагнеревый до мозга костей, и он это верит, да, вот это небольшой анонс, завтра это долгое интервью, длинное будет где-то сейчас 20, потому что мы долго его переводили, чтобы там на западе это видели. Странное совпадение, у меня завтра тоже интервью с, я его так и назвал, алкоконспиролог из СССР, я по-другому его назвать не мог, человек до сих пор думает, что он живет в СССР, если не в СССР, то СССР сейчас вернется, алкоголик, как он себя прямо называет, и у него все построено на конспирологических теориях относительно того, что бедную и несчастную Россию хотят уничтожить везде вокруг одни враги. Не, ну вот у Вагнера это другое, да, они хотят освобождать. Мы когда разговаривали о западной Украине, он говорит, здесь русские, но они ущемлены. Они хотят, даже западную Украину, Львов они хотят освобождать, Тернополь, Франковск. У меня такое ощущение, что они еще там, да, надсяне, вот эти все земли, которые были украинцы, они бы в Польшу зашли освобождать. Мне очень жаль, мне очень жаль, что я не могу развернуть эту историю, как я мог бы ее развернуть. Десятки идей, которые можно было бы реализовывать, да, это немножко где-то бы превращалось бы, может быть, уже даже переходило бы в шоу, чего я не хочу допустить, да, а именно хочу, чтобы это была нормальная документалистика, нормальное интервью, потому что еще же есть цель, это история. Да, она наименее практична, но ведь это же будут пересматривать очень долго. Короче говоря, это будут пересматривать. И я бы просто хотел бы такому предложить, я понимаю, что он настолько упоротый, что если ему ты предложишь, он скажет давай, но я не смогу этого реализовать. Вот вывести его во Львов, поставить камеру и сказать давай освобождай. Освободи. Не, ну это, слушай, ну это как бы... Не, ну так понял бы он наконец-то. Ты видел фильм с Брюсом Виллисом? И не важно, в Львов, в Деницу вывезет, в Венницкий вывезет. Я за. В Житомир вывезет. Освободи. Ты видел фильм с Брюсом? Вот дворына, понимаешь? Ты видел фильм с Брюсом Виллисом? Дигард. Крепкий орешек. Ну да. И там в какой-то части, помнишь, как его с табличкой этого Брюса Виллиса выводят в этом квартале, где живут афроамериканские, афроамериканцы, и там на табличке что-то там было, писало, что-то там типа, там, нигеры или еще что-то. Это тоже такое бы было, да, вот здесь, во Львове, если... Понятно, что ему нужна бы... Я не за то, я не за то, чтобы его там побили и разорвали на молекулы. Понятно, что ему нужна была бы охрана и люди, которые бы к нему там не допускали бы просто прохожих, которые бы действительно его на эти молекулы моментально хотели бы разобрать, а он, безусловно, должен был бы быть в российской военной форме. Он же освободитель, ему же надо себя как-то идентифицировать. Я хотел бы просто его на пять минут просто вывести в украинский город, чтобы в его голове что-то немножко, может быть, как-то там повернулось, понимаешь? Потому что эти же люди, они реально верят, что они здесь хотят кого-то освобождать. У меня, я бы ему просто сказал бы, чувак, найди кого-нибудь, кто хочет, чтобы здесь ты его освободил. Хоть кого-нибудь, ну подойди, поговори, давай. Что бы он сказал бы мне интересно? Как бы он себя вел? Что бы в его голове изменилось, понимаешь? Это очень важный был бы эксперимент. Ну, понятное дело, что... Но это никто не позволил.